Приветствую вас. Вы пишете в своем сообщении, что познакомились с Паном Затарли Сити, был заинтересован в продолжительности отношения, живем на расстоянии, три раза вы видели живую, чувствую к вам у него истины, у него к вам тоже, как вы говорите, вот. Но проблема начинается тогда, когда он не пишет вам первый, и говорит, что вы девушка, вы должны это делать сами. Когда долго не пишет, обещается и говорит, что он наконец-то вспомнил обо мне, то есть вы вспомнили о нем. Так проходит месяц, и вы пишете, что я его люблю, что делать? В этой ситуации, когда парень, скажем так, изначально ставит вам определенные условия для своих, для отношений с ним, да, то есть он говорит вам, что, например, вы должны быть первым, потому что вы девушка. И наверняка он считает, что вы также должны от него, ну, вы также должны делать что-то еще по отношению к нему. И наверняка он также считает, что вы как-то еще должны проявлять свою инициативу по отношению к нему. То есть момент здесь такой, что у мужчины есть, ну, как бы свое четкое представление о том, как должны развиваться в время отношений с девушкой, с вами. И вопрос здесь весь в том, чтобы для себя определить, насколько вас это устраивает. То есть нравится ли вам то, что мужчина, вот так вот говорит, если вы не чувствуете для себя ущерба, если вы не чувствуете для себя какого-то унижения и вреда от того, что он заставляет, грубо говоря, писать вас первой, то проблем тогда нет никаких. По моему мнению, по моему мнению, если вас все устраивает, то действовать следует только так, значит, как вы того хотите. То есть ситуация заключается в том, что, если вас устраивает, то как мужчина видит отношения, будьте с ним в такой форме этих отношений. То есть ни в коем случае не старайтесь что-то менять, потому что сейчас вы, получается, уже приняли, и вы принимали изначально его позиции, другое дело устраивает ли она вас или нет. Понимаете? Если не устраивает, то вы им об этом можете сказать и сказать, что прости, дорогой, я уважаю тебя, уважаю твои желания, уважаю твои примнения, уважаю тебя, но мне не нравится, как склончиваются наши отношения. Мне не нравится, что я все время должна проявлять инициативу, например. Мне не нравится, что ты мне первый не пиздишь. Мне не нравится, что ты устраиваешь сцены, ревность и так далее. И вот этот момент, по сути дела, вам и нужно, как бы, для себя, для себя определить. И если вы, например, чувствуете, что не можете в этих отношениях находиться, если вы чувствуете, что вас не устраивает, но при этом вы не можете уйти из этих отношений, то тогда, я думаю, что у вас есть зависимость от молодого человека. И вот если эта зависимость есть, то от нее нужно избавляться. Зависимость это проистекает из того, что вы поснакомились с социальной сети, то есть изначально по интернету, и по какой-то причине в реальной жизни с реальными людьми вы отношения не строите, что-то вас в этом отталкивает, что-то вас в этом напрягает, что-то вам не позволяет полноценно выстраивать отношения с молодыми людьми именно в реальной жизни. И вот это и спровоцировало вашу зависимость от молодого человека. То есть ощущение, что он единственный, с кем у вас что-то положится. Это, как бы, моменты, которые, ну, являются, как бы, общими в направлении мотивов, ваших мотивов, вычислить с ним и терпеть все то, что он вам, например, говорит и точно он делает отношения к вам. Теперь дальше, по поводу дополнений. Значит, во-первых, значит, он хочет продолжить отношения с вами, с другой стороны, финансовые трудности в данный момент думает об улучшении трудностей. Вы, в общем, так, кажется, интересно написали, улучшение трудностей. Ну, понимаю, о чем вы говорите, да, ага. Знаете как, если улучшим трудностям, то, во-первых, есть два варианта, как бы. Первый вариант, то, что он, исходя из доверительных отношений с вами, вас в эти трудности свои посвящает, да, то есть, по сути дела, он, как бы, разделяет с вами свои проблемы, свои, там, неурядицы, трудности и так далее. Просто потому, что вы для него, вроде как, любимый человек. С любимым человеком, как говорится, и в счастье, и в горе. Либо, он, если не хочет это делать, ну, допускает такую вероятность, что мужчина не хочет этого делать, не хочет, например, казаться вам, там, слабым, казаться вам беспомощным, и так далее. Вот. Если такая ситуация имеет место быть, то, тогда вам нужно, попросить его, естественно, в такой, ненавязчивой форме, конечно же, чтобы он назвал вам сроки окончания его трудности. То есть, когда он свои трудности решит. Для чего это нужно делать? Почему я хочу, чтобы вы это сделали? Дело все в том, что эти трудности могут продолжаться очень-очень долго. Ну, по крайней мере, вот, с традицией мужчины, да, они могут очень-очень долго длиться. И вы будете ждать, 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 неизвестно всего. А жизнь-то она идет, жизнь-то она не стоит на месте. И чтобы вы не чувствовали, что проживаете бесполезно, чтобы вы не чувствовали, что живете, как будто, я не знаю, в постоянном ожидании чего-то, начнут все-таки конкретные сроки того, когда мужчина справится за своими проблемами. Это важно. Если человек не может дать вам подобного ответа на вопрос, то вы соответственно тогда уже сами по своим ощущениям внутренним, по своим внутренним как бы пересекланиям, определяете сколько вы хотите ждать. Но еще раз повторю то, что ждать можно очень долго и можно так ничего не дождаться. Это вот то, что касается трудностей. Теперь касаемо второго дополнения. Вы пишите, в разных странах не получается сейчас видеться, он тоже хочет, мы о семье тоже говорили, но думаю, что так как он парень конкретик, не хочет раздать слова на ветер, а хочет на дело решить финансовые проблемы. Ну то есть понимаете как, мужчине конкретик, это очень здорово, конечно, но еще раз повторю, что он теперь как бы с вами и он теперь несет ответственность за вас. Понимаете? И если мы говорим о ответственности за вас, то простите, он не может, не имеет никакого права держать вас вне ведения и вне свободы. Ну это по крайней мере такая вот знаете условно говоря ну изначальная установка скажем так изначальная установка по поводу ваших отношений. И если вы соглашаетесь на то, чтобы ждать, это ваше право. Но если нет, вам нужно быть достаточно конкретной и категоричной в защите своих интересов. Потому что кроме вас, ваш интерес никто не защитит. Вообще никто. И таким образом можно резюмировать, что есть два больших момента, две больших проблемы. первая проблема будущая ваших отношений, которые неясно, туманно, неопределенно. И самое главное непонятно, учитывается ли интересы вас обоих в нем. Соответственно, вам этот момент нужно проработать и выработать отношения к тому, что происходит. Нравится вам это, не нравится вам это. Устраивает вас, не устраивает вас. И соответственно, исходя из этого, уже проблему свое дальнейшее поведение. Вторая проблема большая. Эта проблема актуальна только в том случае, если вам не нравится, но вы все равно терпите. То есть вас не устраивает позиция, которая есть на данный момент, причалки. Но эта позиция для вас неизменна. То есть вы не в силах по вашему мнению ее изменить, ее исправить. И в таком случае у вас имеет место быть зависимость молодого человека и тогда, если мы говорим о ней, то нужно раскрывать условия возникновения зависимости зависимости. Ну и собственно говоря обстоятельства того, как вы познакомились, почему вы выбрали себе мужчину с другой стороны в социальной сети, а не реального человека в реальной деятельности, которую осуществляете вы. Это момент требующий определенного особого внимания. И вот так я думаю можно ответить на ваш вопрос. если у вас остались дополнительные какие-то вопросы, пожалуйста, напишите в личку, я вам помогу. Если вы хотите дополнить свой вопрос, то пожалуйста, известите меня в личном сообщении о том, что вы дополнили свой вопрос, потому что не очень удобная система оповещения о дополнениях, чтобы я увидел и ответил на него. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.